Закон о защите Рунета вступил в силу сегодня в нашей стране. Он должен обеспечить безопасность российских сетей, изолировать их. В случае угрозы извне, перечень угроз пока не утвердили, не все подзаконные акты успели принять. Собственно вопрос, все ли понимают вообще в чем суть этого закона? Мы будем чаще собираться у телевизора. Конечно, все зло из интернета. Ну вот это проект, который уже существует. Наверняка вы тоже смотрели замечательный фильм «Малышака Холивар», кстати, рекомендую, если кто не видел. Дадим ссылочку в описании. Прекрасное кино как раз про, собственно, Рунет, про то, что это уже экспериментальным образом на Урале происходит. Есть технология, которая позволяет просто отрубить российский сегмент интернета от мирового. Но я думаю, что она готовится на случай какой-то экстренной ситуации, как вы ранее отрубали интернет на несколько дней во время протеста. Вот я это и пытаюсь понять. Я понимаю, что ладно, когда там ямы Иван Голунов или ямы Устинов, но если не дадут, сука, выкладывать котиков или губы уточкой... Нет, 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 котиков дадут потом, но отрубить рубильник, понимаешь, вот просто... Котиков в ВКонтакте будете выкладывать. В одноклассниках. В одноклассниках. Нет, я имею в виду, нет, вот если разово отрубить, понимаешь, есть некий рубильник, как мне объясняли, который просто вырубает весь интернет. Вот если так сделается, то этой власти не будет точно. Почему? Нет, 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 почему? Никто не будет знать, куда бежать на митинг, и никто не сможет передать фоточки в СНН, как бы ранее произошло. Да, но и котиков это будет касаться, и голых жоп в купальниках это будет касаться. Без котиков люди три дня поживут, ничего. Нет, вот здесь я не согласна, три дня без котиков всем пизда. Нет, Юра, люди за то, чтобы... Ты представь же, подростки, взрослые, которые весь, вот они приходят домой вечером, селфочка, там, не знаю, котик. Ксюша, дело даже не в котиках. Посмотрят программу время, им скажут, что отчизна в опасности. Нет, дело в том, что в опасности огромный гигантский рынок, который прямо сейчас формируется, частью которого ты являешься, да, зарабатывая деньги на рекламе в том самом шоу, в котором мы участвуем. Ты даже не просто зарабатывай, а делай то, что я хочу, что самое главное. Мне кажется, что вот это может быть проблемой для людей. Помимо этих экстренных мер, которые непонятно, когда-то будут они или нет, есть история про YouTube, которая, по-моему, существует абсолютно отдельно от всего. Потому что, конечно, когда есть площадка, где аудитория исчисляется десятками миллионов, и она абсолютно не подконтрольна, ну, вот это так оставаться не может. Ты считаешь, закроют в следующем году YouTube? Я не знаю, закроют ли YouTube или... Что подсказывают. Или будут... Ну, Майнтуица подскажет, что закроют. А закроют из-за того, что там зло, там враги, там педофилы... Геи. Нет, ну вот что-то прямо террористы, что-то прямо... Как в Телеграме они завелись, когда его надо было заблокировать. Что-то прямо очевидно плохое там заведется, что надо будет запретить. Но заодно закроют и Дудя. Мне кажется, самое грустное в этой истории то, что для того, чтобы объяснить людям, что нужно закрывать YouTube, как правило, нужно еще что-то для этого совершить. Чтобы был какой-то триггер, чтобы что-то страшное случилось. А потом мы всем рассказали, что нужно вот теперь в связи с этим закрывать YouTube. Я на самом деле не верю, что вот так будет YouTube заблокирован. По одной простой причине они очень сильно любят деньги. И зачем блокировать YouTube, если можно выделять огромные бюджеты для того, чтобы там ввести свою какую-то пропаганду. Ведь YouTube это тот же самый Телег. Они его могут так же захватить, как они выливают безумные деньги. Некоторые известные блогеры вступают в ЛДПР, еще какие-то партии. То есть уже начинается объединение их. Это кто известный блогер, вступивший в ЛДПР? Мэдисон вступил в ЛДПР. Так что это все будет.